привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана сегодня я вам покажу как в домашних условиях приготовить уникальнейшую очень эффективную сильную маску для волос маска предотвращает выпадение волос дает активный рост волос активизирует работу волосяных луковиц после применения этой маски ваши волосы будут блестящими шелковистыми если у вас волосы после окрашивания подверглись активному повреждению то эта маска очень быстро восстанавливает поврежденные волосы улучшает рост волос улучшает блеск волос после применения этой маски ваши волосы будут выглядеть как после дорогой процедуры ламинирования волос это средство можно хранить при комнатной температуре неопределенное количество времени и использовать перед каждым мытьем волос если регулярно вы будете пользоваться этой восстанавливающей маской то откажетесь от использования различных ополаскивателей и кондиционеров волосы будут выглядеть очень здоровыми и давайте приступим для сегодняшней маски для роста волос и для восстановления слабых тусклых окрашенных волос нам понадобятся очень простые ингредиенты обязательно соблюдайте порядок приготовления домашних масок от этого будет зависеть качество маски и тот эффект который она будет оказывать на ваши волосы нужно взять две столовые ложки репейного масла ориентируйтесь на длину своих волос если у вас короткая стрижка волосы тонкие не густые и не имеют длину более 20 сантиметров то используйте для приготовления этой маски одну столовую ложку репейного масла мои волосы очень длинные поэтому я использую количество маски большем количестве лепейное масло это идеальнейшее средство для восстановления поврежденных волос делает волосы плотными восстанавливает структуру волос делает также волосы блестящими хорошо уплотняет волосы и после применения репейного масла ваши волосы приобретут здоровый блеск следующий ингредиент для этой маски нам понадобится имбирь имбирь используйте сухой если есть у вас имбирь свежий то вы можете также натереть на очень мелкой терке небольшое количество натурального имбиря и использовать для этой маски добавьте небольшое количество имбиря если у вас сухой имбирь то используйте имбирь примерно на кончике ложки имбирь хорошо стимулирует работу волосяных луковиц если у вас есть процесс выпадения волос то имбирь будет восстанавливать волосяные луковицы делать их более крепкими также с помощью имбиря можно разбудить и спящие луковицы которые находятся в спящем режиме после применения имбиря густота волос будет более приятной следующий ингредиент для этой маски нам понадобится кокосовое масло используйте кокосовое масло как обычное пищевое так и так и косметическое аптечное кокосовое масло кокосовое масло также очень хорошо уплотняет структуру волос делает чешуйки более сильными и их прилегание будет более активным что будет дополнительно давать блеск волосам и здоровый вид после применения кокосового масла в домашних масках для волос ваши волосы будут выглядеть как после салонного ламинирования если у вас твердое кокосовое масло то разогрейте его на водяной бане либо подержите на теплой батарее так чтобы она слегка размякла и процесс приготовления будет облегчен для усиления эффекта этой маски нужно использовать также и эфирные масла эфирные масла это масла концентрированные которые также хорошо влияет на состояние как кожи так и структуры волос для этой маски я использую масло жасмина также вы можете использовать для этого уникального средства масло лаванды масло пачули масло витиевера также хорошо подойдет и масло герани в момент применения эфирных масел с приятным ароматом вы будете получать ароматерапию а ваши волосы в течение нескольких дней будут иметь приятный аромат добавить нужно две капли эфирного масла эту маску для восстановления волос нужно наносить перед каждым мытьем волос если вы часто моете волосы как правило это каждый день либо через день то используйте это средство через раз в среднем нужно использовать это средство три раза в неделю в зависимости от графика мытья ваших волос нанесите эту маску по всей длине волос аккуратными втирающими движениями также нанесите эту маску и на кончики волос для предотвращения появления секущихся кончиков после нанесения маски по всей длине волос наденьте полиэтиленовую шапочку и утеплите волосы держать эту маску нужно не менее 30 минут перед каждым мытьем за 30 минут нанесите эту маску и ваши волосы не будут нуждаться в последующем нанесении а бальзамов и ополаскивателей по истечении этого времени тщательно промойте волосы обычным шампунем кстати в домашних условиях вы также можете приготовить и лечебный шампунь используя аптечные недорогие доступные средства видео с рецептом вы также можете найти на моем канале все ссылки оставлю в первом закрепленном комментарии промывать волосы после этого питательного шампуня нужно в два эстапа первый раз промыв волосы вы убираете нанесенный состав маски второй этап когда вы начинаете промывать волосы вы дополнительно очищаете волосы и готовить волосы к последующим процедурам обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями малыми подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица и волос в домашних условиях всем мира добра и красоты а с вами была оксана всем всего хорошего пока пока